Продолжение следует... И первые борцы с праворадикальными теориями, праворадикальными течениями еще до появления и трансформации фашизма в окончательную идеологию были, например, в России, потому что там было движение черносотенцев, которые были националистически настроенными консервативными монархистами, и они выступали против завоеваний русской революции 1905 года. Их активный период был с 1905 по 1914, они активно нападали на революционные демонстрации и устраивали еврейские погромы. В основном их целью были демонстрации студентов и рабочих, и это становилось возможным из-за того, что неофициально это одобрялось царским правительством. В ответ на это были сформированы отряды самообороны, которые защищали демонстраторов от полицейских, от царской полиции и от националистов этих. И это было, в принципе, предшественники антифашистов, которых мы знаем на данный момент. Я расскажу про зарождение фашизма в Италии. Италия стала колыбелью фашизма с его теорией национального перерождения и практикой уничтожения организаций рабочего класса. Это сочеталось с опорой на государство для защиты против любого противодействия. В конце концов, 28 октября 1922 года правящий класс Италии передал власть Муссолинию. Но еще до этого анархисты были на переднем краю борьбы с фашизмом. Кульминацией стал захват большого числа фабрик рабочими. После Первой мировой войны, в которой Италия принимала участие в 1917 году, в которой она потеряла сотни тысяч человек, в стране начался период острого социального напряжения и борьбы. Сильнейшей левой организацией была социалистическая партия, а второе место занимали анархисты. Во многих ключевых районах влияние анархистов равнялось или даже превышало влияние социалистов. Анархисты задавали тон в классовой борьбе. В спорах с работодателями компании «Солидарность с революционной Россией» выступают за специфические революционные средства. Соответственно, когда первые репрессии были против анархистов, это было неудивительно. В октябрю 1920 года Рико Малатеста и Армандо Борге и многие другие анархисты были арестованы и посажены в тюрьмы на несколько месяцев. Фашизм возник именно на фоне этого антипролетарского и контрреволюционного реакции. В качестве движения он спортировался в 1919 году на базе расплывчатой программы, сочетающей в себя консервативные цели со смутно-социалистическими. Однако вскоре фашисты раскрыли свои истинные симпатии. Они встали на сторону владельцев фабрик и земляных магнатов против трудящихся, их организаций, их стремлений и борьбы. Фашистские банды врывались в помещения организации анархистов и социалистов, грабили конторы профсоюзов, ранили и убивали наиболее воинственно настроенных активистов. Деятельность фашистов становилась все более распространенной. Их доставляли к месту проведения оргий разрушения и смерти на принадлежащих полиции грузовиках. Чаще всего полиция также участвовала в этих оргиях разрушения и смерти. Те самые полицейские, долг которых официально состоял в поддержании порядка и защите закона. За ними выстроилось значительное количество класса работодателей, желавших отомстить за великий страх, наведенный на них революционным пролетарским восстанием и борьбой 1919-1920 года. По разным причинам и социалисты, и коммунисты отвергли линию анархистов. Это особенно касается социалистов. И вместо этого они предпочли заключить пакт о ненападении с фашистами. Совместно подписавшие документ стороны пытались отказаться от использования насилия. Неудивительно, что вскоре фашисты не только нарушили этот пакт, но также увеличили насилие. Тем не менее, пока лидеры социалистов зацеплялись за законные методы борьбы, многие из рядовых социалистов, коммунистов и участников других радикально-левых организаций объединились в движение под названием «Ардити дель Попола», то есть, значит, «Народные значки», чтобы ответить правитарским насилием на фашистское насилие. Движение «Ардити дель Попола» представляло собой практически спонтанное движение. Во многих регионах его приветствовали анархисты, которые с нетерпения вдали единого сотрудничества всех левых сил в борьбе. Апогеем антифашистского движения в Италии стали правопролитные бои, сопровождавшие объявленную в августе 1922 года всеобщую национальную забастовку. Однако во время фашистского переворота 27 октября 1922 года коммунисты и анархисты не смогли поддержать массы рабочих на вооруженную борьбу, по многому из-за разногласий левых сил. Во многих местах атаки фашистов были успешно отбиты и восхождение фашистов в власти было затруднено. Тем не менее, в конце 1922 года король назначен в Муссолини главой правительства. В течение четырех лет все, кто был против него, были объявлены на дне закона, парламент распущен, а пресса была подвергнута предварительной цензуре. В этом движении сопротивления, начавшимся в 1919 году и закончившимся в 1945-м, анархисты имели важную роль, не в последнюю очередь благодаря их численности. На самом деле, анархистская борьба против фашизма была лишь частью большого проекта, более широкого проекта, направленного на либерториальный социализм и достижение наибольшей возможной свободы. Чувствуя угрозу прилива пролетарского движения, не будучи в состоянии разрешить неотложные проблемы войны, не в силах защитить себя обычными законными репрессивными методами, буржуальдея увидела, что все потеряно и была рада приветствовать военного деятеля, объявившего себя диктатором. Буржуальдея приветствовала, заказывала и содействовала. Собственно, правительство или, по крайней мере, некоторые из агентов правительства решили снабжать оружием, помогать им, когда они сами могли пострадать, во время нападения гарантировать им отсутствие наказания и разорвать будущих жертвам нападения. Возможно, когда все учреждения рабочих были уничтожены, организации разогнаны, их наиболее выдающиеся и считающиеся опасными деятели убиты, посажены в тюрьму и не изведены для беспомощного положения, буржуазия и правительство захотели притормотить новых претерианцев. Однако уже было поздно. Фашисты стали слишком сильны и рвались стать хозяевами над теми, кому до этого они служили. В Германии Гитлеровская НСДП пошла по проложенному пути в Чернорубашино-Муссолини и постаралась выбить всех левых с улиц. До Муссолини фашистская идеология не была сформирована целиком. Она представляла себе острую смесь различных интеллектуальных идей и взятых из разных источников смыслов и посылов. Но после прихода к власти Муссолини фашист был до конца сформирован и власть ему дала возможность жестоких методов. И все то, чего не пыталось государство для превращения его в идеальную тюрьму, дала ему фашистская диктатура. Буржуазия не могла больше справиться с народным движением и им нужна была камерская политическая партия, которая смогла бы не только социальными лозунгами, но и уличным террором подавить рабочее восстание. В Германии каждая уважающая себя политическая сила имела в своих бедах различные боевые группы. У НСДП это были штурмовики, у коммунической партии красные фронтовики, и у социалической партии это был железный фонд. Плюс были еще беспартийные антифашисты, которые насчитывали около полумиллиона людей. Но из-за того, что левые сражались не только с фашистами, но и друг с другом, то приход к правой власти был достаточно прост в 2003 году. Помимо этого, антифашистское движение развивалось по всему миру. Так в 2003 году крестьянская партия вместе с анархистами и марксистами смогла восстать против авторитарного режима и свергнуть его. Во Франции правые хотели заплатить власть и промаршировали полностью по Париже до парламента с требованием смены власти. Французский парламент не на шутку испугался этого и уже была была угроза того, что власть перейдет в правые руки. Но антифашисты, в коеме насчитывали анархистов, марксистов и социалистов, выступили против этого и смогли выбить фашистов с улиц, тем самым высказав свою поддержку либеральному правительству Франции. В Англии национальный крон захотел провести фашистский марш, но анархисты и коммунисты заявили, что этому не бывать. И 4 ноября 37-го года они вышли на улицы и начали строить баррикады. Полиция пыталась их разогнать и не смогла пройти через баррикады и в итоге фашистский марш был сорван. В Испании в 36-м году победила в парламентских выборах республиканская партия, но немного позднее в июле случился под руководством Франка и началась испанско-гражданская война. испанско-гражданку Режим Франка провозгласил себя премником итальянского фашизма и построил свою политическую идеологию и фаланги. Муссолини и Гитлер лучше предоставили ему свою помощь. С другой стороны Советский Союз предоставил помощь республиканцам, в то время как Англия и Франция отказались поддерживать испанскую революцию, но тем не менее Советский Союз не смог предоставить достаточно сил, пусть он был достаточно дальше, чем Германия и Италия. Несмотря на это республиканцы смогли разбить фашистскую талангу под Мадридом и сформировали свое правительство под руководством благо Катальера, куда входили в том числе марксисты, коммунисты, социалисты и анархосиндикалисты. Среди анархосиндикалистов что очень важно потому что среди каталонской в сердце промышленной Испании Каталонии привык большинство мнений настроено положительно к анархосиндикалистам. Они захватывают паблики, заводы теоретически выгоняя помещикам, которые убивают. Но тем не менее после власти после прихода власти Мегрина, который поддерживал коммунистов и началось давление на противниках этого режима, в том числе не анархистов, случились братовыстные бои между анархистами и коммунистами и многие начали опускать руки, потому что не видели большей разницы между режимом странинистов и фашистским режимом. После этого антифашистское сопротивление в Испании пошло на справ и в 1939 году Мадрид-Пауэлл. В ходе Второй мировой войны официальный антифашизм слился с патриотизмом. Поскольку многие государства провозглашали себя частью антифашистского крестового похода, многие из рядовых солдат в народной войне были искренне антифашистски настроены. Однако ни одно из правительств не имело ни малейшего желания увлечься какой-то пропагандой свободы. Стоило рядовым и партизанам оказать и партизанам одержать победу над фашистскими силами, как наступило время обеспечить возвращение к обычному порядку дел. Фашизм оставался малозначительным явлением, пока новый рост социального напряжения 60-х и 70-х не позволил ему вновь мобилизоваться. Как пример национальный фронт, бывший в Британии главной фашистской организации. Как левые ответили национальным фронтом самыми жалкими способами. Когда бы национальный фронт не проводил демонстрацию или марши, первое, что делали левые организовывали, точнее связывались с правительством и просили не пускать, допустим, фашистов в зал ратуши, чтобы проводить их демонстрации. После того, как они встречали отвержение их протестов, они организовывали вполне предсказуемый пикет или контр-демонстрацию. Эти контр-демонстрации чаще всего заканчивались ворожками с участием полиции. Одна из слабостей левых была продемонстрирована их непониманием использования силы. Левые прибегают к тому, чтобы гонять немногочисленных фашистов по закололкам, однако как только разборки достигают пропорции другого измерения, они обламываются. Как пример, на Камден-Хар-Стрит левые проводили встречи, чтобы обсудить тактику противостояния маршу фронта. Когда делегаты появились, им грозили злодеи из национального фронта, которые повещали, что вернутся попозже. Они вернулись и выстрелили из дробовика, разбив окно здания. Что сделали левые? Они вызвали полицию и удивились бездействию полицейских. Еще один пример, это когда национальный фронт проводил свой марш против грабителей, против черных грабителей. В лондонском Ист-Эдде противостоящий ему антифашистский марш, который превосходил нацфронтов больше, чем четырехкратно, вышел всего пять минут спустя из точки старта фашистов. Но когда антифашисты промаршировали в противоположном направлении, даже левая газета Сёршлайд заметила, контрдемонстрацию посетили почти пять тысяч человек, но это собрание не смогло понять, что в их силах было бы остановить фашистскую провокацию, всего лишь мирно встав у них на пути до того, как они стартовали. Также в газете заметили и выразили уважение кучке молодых людей, которые встали на пути фашистов марша, только чтобы быть избитыми дубинками полицейских. Когда фронт маршируют, вместо того, чтобы собраться в нескольких километрах от них, антифашисты должны встречаться на той же точке, из которой фашисты должны стартовать, тем самым обеспечив невозможность проводить шествия. Тактика фронта более жестока, чем тактика левых. Они осуществляют анонимные нападения на активистов и эмигрантов на малолюбных улицах. И что еще хуже, они наливают керосин в ящики, почтовые ящики на дверях рабочих эмигрантов. Затем на другом уровне нападения на левкие гнижные лавки, штаб-квартиры сектантских левых групп вроде малышевских. Благодаря расстоянию и размеру этих групп редко можно ожидать хоть какого-то возмездия. Из специфистов и либералов получаются очень удобные вещания. Либералы и пацисты говорят оставьте их покое. Борьба с ними это выступление против свободы слова. Или если вы с ними боретесь вы не лучше их. С другой стороны революционеры утверждают что главные враги это капитализм и государство. Это правда однако национальный фронт опасен для рабочего класса так как не решается быть опасной законные представители капитализма. Когда национальный фронт проводил свой марш против грабителей небольшая группа антифашистов которые упоминалось ранее 400 человек оторвались от главного антифашистского марша и побежали встречать фашистов. Но поскольку фашистский марш сопровождала полиция и их было больше тысяч человек антифашисты сбежали вокруг демонстрации и выкрикивали возмеивали фашистов. Из-за этого никто не присоединился к маршу фашистов, однако многие присоединились к антифашистам. Кажется, что все это столетие активным антифашистам приходится принимать во внимание нездоровые элементы у себя за спиной. Слова анархистов, которые вели антифашистскую партизанскую борьбу во время господства диктатуры канцер после гражданской войны в Испании и осуществляли изъятие значительных денежных средств по различным финансовым учреждениям от имени движения сопротивления наверняка покажутся знакомыми. Тем не менее, некоторые из наших так называемых товарищей попытались оборочить наше поведение в этом деле, называя нас грабителями, бандитами, преступниками, совершенно точно так же, как наши враги-фашисты. Они делают это, чтобы оправдать перед нашим движением собственную трусость и бездействие. Используемые всевозможными персонажами от судей для революционеров классическая кляжесть состоит в том, что противостояв инфизическую силу, вы становитесь не лучше фашистов. Это бросали в лицо активным антифашистам и другим активистам с тех пор, как появился фашизм. Уравнение при этом было такое. Если вы встречаете насилие насилием, вы превращаетесь в то, что ненавидите. Дело в том, что лежит за этим насилием. Слобная ненависть к рабочему классу и его стремление вот что придает фашизму характер. Цель фашизма увеличить насилие уже неотъемлема от государства. Жестокость полицейских, чиновников по надзору за иммиграцией, военных и так далее это просто детские игры по сравнению с тем, чего от них будут добиваться фашисты. Очевидно, если представителям рабочего класса придется защищать себя и свои интересы, то они должны реагировать соответственно этой угрозе. Поэтому акт агрессии против фашистов должен рассматриваться как действие в защите рабочего класса и как таковой он является политическим. антифашизм буквально сегодня. Например, один из действующих президентов Борозилии Жаар Болсонару вполне себе достаточно профашист, потому что он поддерживает военную диктатуру и выступает против прав человека. Выступает также за узаконенность казни, будет так считать, по незаконным методам. нередко высказывает российские и сексистские высказывания, очень крайне негативно настройки по продвижению. Не стоит также забывать о его кумирах. Бывший президент Перу, который на 10 лет установил авторитарный режим в своей стране, нередко нарушал права человека и, помимо всего прочего, создал эскадромы смерти, которые охотились и убивали леворадикальных активистов. Есть множество различных партий про фашистского характера. Например, греческая золотая заря, которая, помимо политической борьбы, также охотится на мигрантов и левых активистов, чем попособы напоминают НСДП с ее штурмовиками. В этом мы наблюдаем полное вопросительство со стороны власти и полиции. Как и в прошлом, мы видим, что капитализм пытается приручить фашизм и найти в этом ответ социальные напряжения, тем самым утихомерить рабочее движение. Например, в России БОРН, твоего организация русских националистов, получала данные на антифашистов и анартистов прямиком из МВД и ЦНП. Зачастую были фотографии, снятые в ОВД и помогали им найти и уничтожить антифашистов и анартистов. Не стоит забывать о том, что фашизм это всего лишь действие, фашизм это всего лишь ответ капитализма на нарастающие состояние напряжения. и попытка защитить свои вложения и утихомерить собольшее движение. Как сказали анартистки из движения свободной женщины, быть антифашистом это слишком мало. Положительное утверждение, которое мы можем выстрелить против этого в отрицании национальной организации жизни на основе работы равенства и социальной справедливости. Если бы этого не было, антифашизм был бы для нас искусственным словом. Не стоит забывать, что первая причина от всего этого это капиталистическое государство, которое обнимает нас изо дня в день. А также в соседнем зале есть стол, в котором есть поддержка польским автономам, которые выступают против своего государства и хотят себе автономии. коробочки вы можете поддержать курсских автономов таким способом хотя бы. Я бы хотел поддяковать перед всем коллективом премаркетинге, за то, что мы подректовали и поделились этими ведами, потому что мне важно разуметь фрейм, рамку того, про что мы говорим. Если рамка в зале есть кто-нибудь, что хотел задать какие-то пытания, удокладнения, сделать комментарии на то, что было выказано, попробовать разом подумать про исторические коронения, сейчасные проявы фашизма, фашизоидных всяких разных дьявол. Я буду очень рад, это будет очень классно, цикавая простора, есть уникальные веды, и мы можем с вами постараться разом подумать про это. Если у кого тенденции в плане дискриминации, неровности, фашизоидность, но на кольки я разумею, на кольки ягодопатчу, да? Это когда уже переходит с державной покрымкой, да, это выходит на некие законодавчины, есть розные, есть низовые фашизмы, фашизоидные деяния, есть на державной взрывни. Мне кажется, что на сегодня в Беларуси куда больше появляется низовых штук, но взрывни державы они такие вельми прихованные. Стоп, минуточку. Класс. Это складано. Можно задать пытание, попробовать про это подумать. я не человек какие-то алицет. Все, работает, не работает, но не за 7. Еще раз. Можно, да? Всем день добрый Оксана. Я первый раз на таком предприятии. Тема мне очень понравилась, она у меня близка. Я воспитанник, скажем так, союзом. во время моего детства в школе, когда я учился, у нас очень глубоко тема фашизма поднимала. фашизма фашизма ale м что может быть можете почекать, может другие микрофоны, вы можете так себе это них. Что-то в Ru к Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Если еще есть какие-то мнения, комментарии, с точки зрения кому-то было презентовано и рассказано, что-то здорово. Если нет, то мы, наверное, можем завершать, может быть, вы хотите добавить какие-то вещи еще, резюмируясь как-то. Хорошо, я хочу тогда поблагодарить любителей фримаркета, за то, что они подготовили эту лекцию, поделились этим мнением, взглядом на историю, движение идеи. Хочу предложить еще раз поблагодарить тебя, если можно, аплодисменты. Спасибо большое, здорово. Хотите, пожалуйста, сделать небольшой передвиг на 10-15. И через 10-15 минут я буду очень рад вас видеть снова здесь, в этом пространстве, так как у нас состоится с вами панельная дискуссия, в которой примут участие просто невероятные классные спикерки. И Антон, который сейчас делал небольшой спойлер об исследовании, который, скорее всего, он будет презентовать далее, он будет в другой сфере презентовать. Класс. Жду вас через 15 минут здесь, буду раз видеть. Пожалуйста, там находится туалет, там нужно перекусить. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.